Друзья, приветствую на канале MaxCapital, на связи Максим Петров, на канале, на котором развиваем инвесторское мышление. И в последнее время мы пишем большое количество видео по развитию именно мышления, потому что конкретные шаги, когда знаешь зачем, вопрос как, каждый решает для себя сам. И поэтому, может быть, вы заметили, увидели, я рассказываю про зачем я делаю это, почему я это делаю, ответ на вопрос ну и чего. И здесь, наверное, я думаю, да не думаю, мы это видим, в принципе, по отзывам, по комментариям, которые на канале получаем, что личная история очень нравится. И я здесь хотел бы поделиться своей собственной историей, как я пришел к инвестиции, то есть какие у меня были вот эти вот периоды в жизни, то есть что побудило, что в принципе привело к тому, что я об этом задумался и как по следующим это непосредственно все развивалось. Началось все достаточно давно, началось, наверное, лет в 11-12, даже еще раньше все это началось. Началось в возрасте, наверное, 6 лет. У меня бабушка была учителем русского языка и литературы, и у нее была такая принципиальная позиция, чтобы я там, пойдя в школу, уже умел читать. И она меня рано научила читать, читали много книг, потом заставляла много читать. Я просто ненавидел читать, потому что это всегда было из-под палки, то есть это было принудительно, это было с определенными такими манипуляциями происходило, да, и мне это очень сильно не нравилось. Но в 11-12 лет произошел коренной перелом, я познакомился там с парой книжек, которые во мне развили любовь к чтению, и одним из таких авторов, которые мне нравилось читать, был Джек Лондон. Я всегда там представлял себе определенные истории, как я добываю золото на Аляске, как мы там с Джерри в Южных морях путешествуем. И как раз это были 90-е годы, середина 90-х годов, вышел фильм в советский прокат на экраны «Сердца трех», как раз-таки поставленный по Джеку Лондона, где мне прям очень сильно понравилось. Но мне была непонятна одна вещь, если вы смотрели фильм или читали книгу, там была история связанная с тем, что один из братьев был достаточно состоятельным молодым человеком, и его подвели, то есть его разорили, пока он там в этих приключениях своих участвовал, его чуть ли не разорили. А в итоге получилось так, что у него, ну то есть каким-то непонятным образом, кто-то там что-то делал, нехорошо поступал, я этого не понимал. Но у них появилось большое богатство, у них было много сокровищ, и они наоборот, вместо того, чтобы разориться, Джеймс Морган, соответственно, выиграл, да, то есть потому что у них было и обеспечение, у них были денежные средства. Я сначала этого не понял, потом я поступил, соответственно, в Суворовское училище, в Казанское, и на самом подготовке я продолжал читать. В Суворовском, соответственно, я прочитал трилогию Драйзера, которая называется «Трилогия желаний». Это становление финансиста, человека, который, в принципе, из никого, становится, зарабатывает очень много денег, и вот эта вот история, она была очень показательна, потому что я ее примерил на себя, как пиджак, когда он описывает становление себя как финансиста, он ходил, наблюдал, как себя вели в аквариуме каракатица и омар, то есть был магазин, в котором продавали морепродукты, и в аквариуме, в одном аквариуме находилась каракатица и омар. И каракатица была очень шустрая, омар был менее шустрый, менее подвижный, и она постоянно от него убегала, но он каждый день от нее отщипывал по кусочку тела, и в конечном счете он увидел, как он эту каракатицу съел, и он задался вопросом, я по жизни кто, я каракатица или я омар? И для меня тоже вот эта вот история была, что у меня тоже был там мой дядя, это брат моей мамы, назовем его богатым папой, у меня была моя бабушка, дедушка, мой дядя, где я воспитывался до возраста, 13 лет пока поступил в Суворовское училище, это можно назвать бедный папа, да, которые вот по той философии шли, я постоянно задавал вопросом бедному папе, вы кто, вы каракатица или омары, и богатому папе, вы кто, вы каракатица или омары? И, возможно, это звучало жестко, но я задавался вопросом, да, кто я такой, да, то есть я тот, кого имеет, или я тот, кто имею? И если я родился в ситуации первой, да, того, кого имею, как можно перейти в обратное состояние? Для кого-то это покажется грубо, да, но это вот мои рассуждения открывают душу, да, изливают собственный опыт, и что я могу в этом случае сделать? И действительно, чтение вот этих вот книг, понимание того, как работает рынок, какие возможности он дает, и проявил интерес при этом, получается, опять-таки, я учился в Суворовском, больше шел по военной стезе, потом я поступил в гражданский вуз на юридиста, но даже выучившись на юриста, получив красный диплом, я понимал, что мне нужно будет идти на работу, продавать свое собственное время, по сути, быть каракатицей, да, то есть будет кто-то сверху, который будет мне указывать, что мне делать, когда мне делать, и каким функционалом нужно владеть и выполнять. И тогда мне действительно повезло, что я снова встретился уже с богатым папой, который тогда одним из первых проходил обучение фондовому рынку, это был Мэрил Линч, в Америке он непосредственно обучался, обучение прошел. И он как раз-таки мне рассказал, что это такое, каким образом это работает, как поступают на Западе, как поступают за рубежом. Он сказал, разберись в этой теме, то есть там не было такого, что... Мне не давали ни удочку и ни рыбу, мне сказали, слушай, дружище, вот есть такая палка, да, вот с такими снаряжениями, причем не показывая близко, да, то есть вот есть вот такая вот штука, и ты можешь, в принципе, если она у тебя когда-то будет, то ты сможешь всегда быть сытым, да, ты всегда сможешь наловить рыбу. Но никакой фирмы Катушка, никакой фирмы Леска, никакой фирмы Удилища, ничего сказано не было. То есть я отдаю должное своему наставникам, своему дяде, что с одной стороны он действительно показал, что вот так вот можно, но конкретно за руку не вел, да, и здесь вызвал просто интерес. И интерес он вызвал посредством своего уровня жизни, посредством своего окружения, в котором он находился. Ну, тогда для мальчишки в 17-18 лет, да, это была история телефон, автомобиль, личные водителя, загородная недвижимость, регулярные путешествия, да, то есть для меня это было показательно. Я, соответственно, тянулся, плюс я видел окружение, с которым общается человек. Я сказал, я тоже, в принципе, так хочу. Он сказал, если хочешь так же, то вот таким вот образом можешь получить. Человек, который на самом деле участвовал там и в аукционах у него по приватизации, по приватизационным чекам, соответственно, были и акции «Газпрома», и акции «Норильского никеля», и акции «Сбербанка» непосредственно были. То есть еще раз по приватизации, по достаточно низким ценам были куплены. И поэтому просто я для себя ответил на этот вопрос, да, ну, я как бы хочу точно так же. Он практически никому не доверял, доверял только родным и близким, вплоть до того, что там, извините меня, постричь газон, да, там, никаких наемных сотрудников, да, это должен свой делать. И то есть моя плата, я не мог ни денег не заплатить, ничего, моя плата на первых порах это было то, что я там раз в неделю приезжал, и 30 соток газона мне приходилось стричь для того, чтобы вечером в бане посидеть с дядей, и он бы мне более рассказывал, более подробно все-таки, как он выбирает удилище, где он ловит рыбу. Это вот моя история, да, после которой мне стали интересен фондовый рынок, мне стали интересны коллективные инвестиции, потому что они предполагали маленькую сумму входа, да, это дороже. Первые свои инвестиции у меня были через паевые инвестиционные фонды, через то, что я устроился в инвестиционную компанию, где опять-таки первоначальные инвестиции были в паевые фонды, а по мере того, как рос капитал, росли компетенции в понимании того, что такое акции, как они отбираются, как устроена инфраструктура, я начал уже выбирать отдельно взятые акции. Мне вот подсветили вот так вот, показали, да, то есть вот так вот выглядит удочка. Фактически моя миссия и то, что я делаю на канале YouTube, в принципе, это и есть, да, то есть я показываю, что так это можно, так это возможно. Второе проникновение в эту историю заключалось в том, что это чтение какой-то художественной литературы по данной тематике, да, то есть это опять тот же самый Драйзер. Есть замечательные книги, которые можно назвать «Воспоминания биржевого спекулянта». Есть очень интересная книжка «Когда гений терпит поражение», которая как раз показывает те возможности, которые дает рынок. С одной стороны, возможности, как высоко можно взлететь и как сильно можно упасть. Есть очень тоже потрясающая книжка «Кони Брук» «Балхищников» про Майкла Милкина. Я сам видел выступление этого человека, он приезжал на форум, такой гуманоид. На самом деле, если там даже посмотреть его картинки в интернете, у него прям голова такая, как гуманоид. Человек, который сделал империю мусорных облигаций. Человек, который сделал историю, связанную с тем, то есть формально, если вообще совсем упростить, как это происходило. Вот я просто прихожу и говорю, у меня есть 100 тысяч долларов, я хочу стать собственником Philips. Он говорит, не вопрос. Создается компания с уставным капиталом 100 тысяч долларов. Соответственно, эта компания выпускает мусорные облигации 100 миллионов долларов. И берет эти 100 миллионов долларов, просто с рынка покупает акцию Philips, становится собственником Philips, и потом этот долг, который был, выплачивает компания Philips. Ну, то есть просто такое жесточайшее поглощение, потому что человек смог организовать эту индустрию, ну, естественно, на своих условиях, его посадили после этого. Но это была первая и единственная книга, чтение которой, вот я заметил то, что у меня вот на макушке такая непослушная, мне просто волосы шевелились о масштабе деятельности человека. То есть примеры людей, которые действительно делали какие-то выдающиеся результаты. Изначально, естественно, когда был юношеский максимализм, хотелось все же самое фьючерсами, опционами торговать. Но после этого стратегия постепенно меняется, меняются подходы, меняется текущее состояние. Состояние одно дело, когда ты сам, потом супруга, потом ребенок один, второй, третий, четвертый, пятый, ты уже по-другому к рискам начинаешь смотреть. Я здесь рекомендую тоже риск-менеджмент очень активно изучать. Поэтому вот первое, самое главное, люди сделали, да, то, что подписались на канал, если не подписались, ребята, пишите сейчас. Второе, что может быть, это прочитать книжки. Третье, для ночевиков, кому интересна эта история, кто не хочет проходить собственный опыт или минимизировать возможные потери, можно предложить проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», где я для своих детей уже на основе своих собственных принципов, которые выработались, по сути, по факту они начали вырабатываться, наверное, в 2004-2005 году, то есть это получается практически 20 лет, то присоединиться к принципам инвестирования и идти по пути создания капитала. И здесь желание, мое собственное желание, касающееся к вопросу не то, что ты имеешь или тебя имеют, чтобы вопрос манипуляции моими собственными детьми, когда они вынуждены идти на работу, чтобы существовать, чтобы минимизировать вот это вот давление, что называется, когда тебя имеют. Для меня это было очень болезненно, потому что была собственная история, когда только закончил институт по юридической специальности и работал юристом. Руководитель был очень жесткий, и я совмещал обучение в аспирантуре с работой. Там просто жестко был поставлен вопрос, что, слушай, не плевать на твою аспирантуру, что тебе и как, да, то есть нам нужно, вот у нас есть судебный процесс, нам нужно донести повестку. Ты представляешься судебным приставом, находишь там дочку ответчика и через дочку вручаешь повестку, да, чтобы она расписалась. Я говорю, я не могу, у меня, соответственно, экзамен в аспирантуре. Он говорит, не срать на экзамен. Если ты не доставишь этого сегодня, да, то ты будешь уволен. Я говорю, ну увольняйте тогда меня сейчас. Для меня приоритет это аспирантура, да, то есть для меня это наивысший приоритет. Поэтому вот, чтобы мои собственные дети в таких ситуациях не оказывались, нужно обеспечить в первую очередь, а, базовое образование очень сильное, очень крутое, и некий базовый гарантированный доход, чтобы не было вот этих вот жестких постановок, да, чтобы люди могли самостоятельно выбирать свою свободу. Я думаю, это, наверное, моя основная задача, основная цель. Я это делаю для детей, я готов это сделать для вас, друзья. Хотите узнать, как это можно сделать, ссылочка находится внизу. Началось с того, что я устроился в инвестиционную компанию, я работал в индустрии паевых инвестиционных фондов, вкладывал денежные средства в паевые фонды. Потом, когда капитал, соответственно, перевалил за 1 миллион рублей, ну, это были просто отчисления в пределах 10-15%. Начал самостоятельные инвестиции, что называется, есть такой период вот в полисах страхования, ОСАГО того же самого, да, то есть есть некий коэффициент бонус-молус, и водители до 3 лет со стажем, да, они считаются самыми рискованными, потому что в период, когда уже человек думает, именно думает, а по факту не является там грамотным водителем, да, аварийность находится на высоких значениях, то есть человек уже не задумывается над тем, как ехать, и он начинает переоценивать свои собственные силы. То есть у меня это было, когда капитал составлял вот порядка 2-3 миллионов рублей, когда были определенные инвестиции, я считал, что у меня, во-первых, все получается, я там бога за бороду взял, у меня там есть коллеги, которые, если что, мне все это подскажут, да, я там супер-пупер, да, вот сейчас на этом заработаю очень много, то есть алчность, жадность привела к первым потерям, да. Вторые потери, они были в том, что просто я не вынес урок из первого, да, и в абсолюте они были, наверное, не такими болезненными, но для кого-то покажется потеря 2-2,5 миллионов крупной суммы. Опять же, нужно понимать, что мы не в цифрах сегодняшних говорим, мы говорим в цифрах 2012 года. Потом были потери в 2017 году, опять-таки, за использование левериджа, но и там предшествующие доходности были просто колоссальные, и 300, и 400, и 600 процентов, они действительно там рвали голову, потому что здесь получается, когда у тебя все получается, когда ты оказываешься, ну, то есть результат, который ты получаешь, это не следствие твоего гения, не следствие твоей торговой системы, это следствие того, что ты просто оказался на растущем рынке. Есть такая поговорка, да, то есть не путай собственные гения с растущим трендом. И вот для меня это было очень показательно, когда как раз-таки многие, наверное, с этим сталкивались, сталкивались там в 2020 году, 2021 году, когда ты просто перед сном закрываешь глаза, ну, если я буду делать по 100% в год, то, соответственно, там через год это будет 20 миллионов, еще через год это будет 40 миллионов, еще через год это будет 80 миллионов, ну, и вообще я свалю из этой страны, да, то есть вот так вот это как-то происходит, да, и многие с этим сталкиваются. Это уроки, когда ты от трейдинга переходишь непосредственно к инвестициям. И самое главное, все вот эти вот истории ошибка выживших, да, то есть когда сам через это прошел, я впервые услышал историю ошибки выживших. Ошибка выживших, а суть ее заключается в том, что это было во Второй мировой войне, то есть дальняя авиация союзников, которая летала из Великобритании, соответственно, были, несли большие потери противовоздушной обороны Германии, когда они летели бомбить, летали бомбить. Соответственно, самолеты возвращались с очень сильными повреждениями, и на первых порах, соответственно, там, где были повреждения, там осуществляли дополнительное бронирование. То есть усиливали какие-то блоки стали, защитные стрелки, брони, брони спинки. Но количество потерь не уменьшилось, а наоборот стало нарастать. И тогда я не помню, как его инженера привлекли, он приехал и сказал, ребята, ну на самом деле, смотрите, если они были так сильно повреждены, но прилетели, то значит повреждения не были критическими. И нужно бронировать как раз-таки те места, которые на вернувшихся самолетах не задеты, потому что, скорее всего, попадание происходит именно в масляный радиатор, в двигатели, да, то есть в кабину пилотов, и именно их нужно бронировать. Действительно, во-первых, когда они это изменили, очень сильно сократились потери. Во-вторых, когда находили уже подбитые самолеты, оказалось, что подтвердилось это так. Это называется ошибка выживших. Про успешных спекулянтов знают все и пытаются успешно спекулировать. А люди, которые потеряли депо, которые там застрелились, выбросились в окно, да, то есть, ну, про таких практически не пишут. И поэтому, когда ты, знаешь, в собственном опыте уже это прошел, уже это пережил, ты приходишь к вопросу инвестирования. И опять начинаешь уже изучать вот именно тех людей, кто, во-первых, инвестирует долго, добились успеха, каким принципам они следовали. И как раз для меня это 16, 17, 18, 19 годы. Это большое чтение литературы принципов инвестирования Бенджамина Грэма, Ворона Баффета, Рея Далиева, Джона Богла, иррациональный оптимизм Шарпа. Когда действительно начинаешь подходить к вопросу риск-менеджмента, планирования долгосрочных инвестиций, успешных инвестиций, то же самое Насима Талеба, и начинает вырабатываться стратегия. И здесь, потому что понимаешь, что, с одной стороны, можно зарабатывать, и можно зарабатывать много, на другой чаше весов стоит риск, и многие говорят про заработок, и единицы только говорят про риски. При этом моя собственная работа, недавно, кстати, мы тоже опубликовали ролик, как я потерял 50 миллионов рублей, там люди говорили о том, что гон, обманываешь, ничего, этого такого нету. Меня это умиляло, и был такой комментарий, чувак работал в инвестиционной компании, потерял 50 миллионов, вообще придурок, то есть я бы ему деньги не доверил. Я, соответственно, говорю, да я бы и как бы и не взял, как бы не особо хотелось, но так как вы там лузер, да, и потеряли такие деньги, смысл какой доверять? Моя практика показывает, что когда я работал в тройке, когда я работал в Сбербанке, в отделе организации работы с состоятельными клиентами, состоятельные действительно люди, то есть речь шла об инвестициях, там, от 200-300 миллионов рублей только на фондовый рынок, то есть это люди, которые имели депозиты в Сбербанке, там, миллиард, полтора миллиарда рублей, просто депозит, как физические лица. И что мне было очень удивительно, что эти люди про доходность практически не говорили, то есть эти люди задавали вопросы про риски, это люди говорили про то, какие риски мои клиенты получили, самые высокие, из-за чего и как из них удалось выйти в конечном итоге. То есть большой капитал, очень важно понимать, что здесь речь идет не про, ну, смотрите, то, про что говорил, да, с самого начала. Этих людей можно назвать, в принципе, люди, которые имеют, а не которых имеют. То есть они определяют правила, они определяют условия, на которых они готовы играть. И эти люди говорят не про доходность, эти люди говорят про риски, с которыми мы сталкиваемся. Это люди, которые очень мало спекулируют, это люди, которые практически не приемляют никакого левереджа, никакого заемного капитала. Это люди, которым, как только ты говоришь про доходность более 30%, они просто выключаются, они из уважения к тому, что ты являешься сотрудником крупной инвестиционной компании, могут продолжить диалог, но они не заключают договор. И поэтому это люди, для которых управление рисками стоит на первом месте по сравнению с той доходностью, которую они получают. Но при этом они всегда соотносят вот эти вот параметры, которые мы вот в этом ролике рассматривали, параметрами премии за риск, которую я получу, и ставки без рисковой доходности. Они очень этим играются. И они начинают идти в риск, понимая, осознавая его. Почему? Потому что здесь речь идет о том, что когда человек не понимает и не осознает риск, и у него нет плана B, он находится в большой зоне опасности. Потому что когда риск происходит, нет плана, как ты на это будешь реагировать. И когда нет плана, все идет в фрам трары. И поэтому они очень ценят битых. За одного битого, двух небитых дают. Они очень ценят битых людей, и я тоже как бы это ценю. Меня многие обвиняют, что я, наверное, чрезмерно консервативен, но зато спокойно развиваюсь. И основная задача, она очень простая. Она упрощена, да нельзя. В полтора-два раза выше уровня инфляции должна быть итоговый доход. Все, точка. Работа – это продажа своего времени работодателя. То есть, когда мне платят за мое время нахождения на работе. И в этом случае у меня была ситуация, на самом деле, и в 2014 году, с 2014 года у меня была формальная работа. То есть, у меня была формальная работа, связанная с тем, что была трудовая книжка, была должность, было штатное расписание, был оклад, были бонусы, было, в принципе, все. И формально я как был работник по найму. Но при этом я проводил один-полтора часа рабочего времени в неделю на рабочем месте. То есть, был некий такой конфликт интересов, связанный с тем, что служба безопасности предоставила распечатку по тому, как включена рабочая станция у этого сотрудника. И, то есть, начальник службы безопасности поднимает вопрос, ну, то есть, это мой шеф говорил, да, то есть, он поднимает вопрос. Вот есть такой сотрудник, у него, в принципе, компьютер включен в неделю, там, полтора-два часа максимум. То есть, его на работе не бывает. Естественно, это неприемлемо, да, то есть, генеральный директор задает вопрос, что это за фигня и почему. Здесь, соответственно, мой шеф показывает, что, говорит, да, это так, но при этом, если посмотреть на планы, этот человек выполняет, там, 70-80% планов всего офиса. То есть, в принципе, если уволить остальных 8 человек, которые работают в офисе, и всю оплату труда, которую мы им выплачиваем, да, там, вот максимум, как бы, там, 80-70-80% закрывает планы. И тогда говорят, ну, что ж, ну, окей. То есть, здесь, получается, уже продажа была не времени, а результата. И поэтому формально трудовая у меня закончилась запись о том, что я уволен, это сентябрь 2017 года. По факту, это с октября 2014 года. 9 лет будет. Можно сказать, что 9 лет я не работаю по найму, то есть, история, про которую, опять-таки, я рассказывал в принципах инвестирования, да. И опять к вопросу о том, что я, может быть, в этом видео немного жестко сказал про того, кто имеет и кого имеет, но при этом, если это перефразировать, в культурную оболочку перевести, то это история из разряда «я покупаю, чтобы продать, а не продаю, чтобы купить». То есть, фактически, работа по найму – это вот именно «я продаю свое время, чтобы купить что-то». Надо, наоборот, есть только два варианта. Или ты открываешь собственное дело, собственный бизнес, или ты становишься акционером. Точка. Как бы других вариантов не дано. Друзья, получился такое откровенное видео. Не знаю, интересно знать ваше мнение по формату. Интересны ли собственные мои личные истории. Если да, напишите комментарий под данным видео. О проекте «Миллион долларов за 8 долларов в день» также можете узнать по ссылке под данным видео. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok